У вас здесь годик ему. Вот это даже велосипед до сих пор у нас сохранился. В детстве Владик был очень крепким мальчиком, примерным октябренком и пионером. После школы занимался скалолазанием и никогда не боялся высоты. Но особых спортивных надежд не подавал. Мама Вера вспоминает те времена со слезами на глазах. Не ожидали, конечно. Мне пришлось с работы уволиться. Пять лет я не доработала, до пенсии уволилась раньше по уходу. Тяжело, конечно, было. И ему тяжело было. И нам всем. Как тут оправдание, где тут найдешь оправдание? Знал бы, где упасть, говорят, соломки бы подложил. Так случилось, так случилось. 10 лет назад профессионал-монтажник-высотник строил 25-этажки небоскреба в Тюмени и по всей области. Однажды помогал крыть крышу знакомым на даче. Сорвалась страховка и неудачно упал с высоты двухэтажного дома. В результате перелом позвоночника и инвалидная коляска. Владиславу было 29 лет. Два года он просто лежал. Еще пять ушло на реабилитацию. За это время от него ушла жена, потерялись друзья. Единственной надеждой стал спорт. Получил инвалидность и подсказали, что есть социальные сети. В них тоже лазил, юзил, как говорится. Пришло сообщение, ты из Тюмени, ты в коляске. Ответил, да. Я тоже в коляске, занимаюсь спортом, баскетболом. Пошли с нами, пробуем. Пришел, себя преодолел страх. Увидел, что есть, оказывается, люди, не только я, во всей вселенной, в коляске, а, оказывается, много нас. Они не стесняются такого, а я вообще всех боялся. Вышел, посмотрел. Интересно, интересно. Это общение, баскетбол, это общение, баскетбол, это командная игра, где не только я отвечаю за все, это команда отвечает все. И если я делаю ошибки, то есть полчаса команда сделает ошибки. Очень сложно, во-первых, психологически преодолеть себя и показать здоровым людям на трибунах, что мы в коляске, это очень сложно. Вселить себя надо преодолеть. Я и быстрые метки скажу так. По утрам броски днем разбирают тактику. У них по две тренировки в день. В Олимпийской ребячке сборной области по баскетболу на колясках уже неделю. После первого круга чемпионат России тюменцы на третьем месте. Основная задача – вырваться вперед. И хотя конкуренты Москва, Казань, Питер – сильнейшие команды страны, наши рассчитывают на победу. Ведь сборная в полном составе. Владислав Чикишев около пяти лет в команде. Буквально с первых занятий мы поняли, что это очень целеустремленный игрок. Очень надежный игрок. Уже через год он стал одним из основных игроков команды. А сейчас это, ну, можно сказать, наша основная опора. Потому что неимоверная его физическая сила, помноженная на баскетбольное мастерство, дает потрясающий эффект. Таких игроков в России по физической силе в баскетболе на колясках нет. Очень весомая для меня медаль, которую я первый раз, в 2013 году, пришел в баскетбол. И получилось с командой взять серебро чемпионата России. В составе сборной по баскетболу Чикишев стал чемпионом области УРФО и многократным призером России. Да, сборы, выступления на разных соревнованиях за флаг Тюменской области, за флаг Российской Федерации. Сейчас я абсолютно занятый человек. Я также с супругой, с мамой, с родителями, с знакомыми, только по телефону общаюсь. И все, поездки, поездки, поездки. Мне бывают знакомые звонят и говорят, ты где сейчас? Сам по себе человек сильный, одаренный, и приходится работать только на специализации и на техническими навыками. Это человек, который просто использует свой природный потенциал. Если бы не баскетбол, то есть на котором тратится очень много сил, то тренировки были бы более тяжелые, то есть и более был бы эффективный набор. Владислава Чикишева тренеры клуба «Шанс» из дюшор номер три поделить не могут. Он добился успеха в баскетболе на колясках, но в пара армрестлинге ушел еще дальше. Ученик чемпиона мира, он стал абсолютным чемпионом мира. И на правую, и на левую руку. Мы сильно за него переживаем. Вот я даже сейчас волнуюсь. Мы сильно за него переживаем. Не только мы родители, но и у нас как бы все знакомые, вся родня. Все на телефонах сидели. Буквально. Мы занимаемся на базе дюшор 3. То есть, в принципе, у нас все, что нам нужно, в принципе, есть. Кто хочет жить, хочет чего-то в жизни добиваться, тот будет всегда идти сложным путем. Кто хочет просто лежать на диване, это самый легкий путь. То есть, не надо ни две работы искать, ни три работы искать. Нужно просто лечь и лежать, кайфовать. То есть, если человек не ищет легких путей, то он будет работать всегда и всегда будет нелегко. А если хочется быть легко, то проще тогда идти, как говорится, в жулики там. Там легко, хорошо кормят, поют, одевают. Самое сложное, когда у меня прям руки тряслись, когда я первый раз выиграл Россию, это вот две медали. Когда первый, первый, первый раз приехал на чемпионат России, и у меня все получилось. После того, как заканчивается тренировка по баскетболу, я иду в душ, в буфет, и у меня есть час добраться сюда. Отрабатываю элементы борьбы, прокачиваю связки и накачиваю силу. Здесь очень много ребят, тут ребята ДЦП, здесь ребята есть слепые, глухие. И мы, ребята, в колясках разного возраста, как вы заметили, есть и мальчики, и девочки, и юниоры, и мы. И в коляске тоже можно жить. Я все-таки сам взялся за себя, не при помощи моих родителей и моих близких. А это то место, та стенка, которую сделал мне папа для восстановления моей железяки, которым я занимался поначалу. И стенка, я привставал на нее, фиксировался и сделал некие упражнения. Вот на этой стенке, можно сказать, я и поднял себя. В родительском доме рядом с медалями до сих пор не разобрали самодельный турникет. Гири хранятся здесь же уже 10 лет, а эти фотографии появились совсем недавно. Уже сидя в коляске, Владислав не только объехал весь мир, нашел новую любовь. Со Светланой они знакомы давно, но отношения начали, когда Влад уже получил инвалидность. Меня, в принципе, это как бы не остановило вообще никак. Я для себя поняла, что человек-то остался в сердце. Судьбой, наверное, написано быть с ним. Если сравнивать, какой он был, когда я его знала еще на ногах, и какой он сейчас вот в коляске, можно сказать, два разных человека. Сейчас он стал более спокойный, такой вот рассудительный, он более ответственный. Раньше он был бесшабашный просто. Раз нам судьба подарила второй шанс снова встретиться, ну и решили его, как говорится, отгулять по полной. У нас даже свадьба была немножко наоборот, не как у всех. У нас было наоборот, я его выкупала. То есть он у нас наоборот переодевался. В ЗАГСе он был в одном наряде, в ресторане он был в другом наряде. Предложение сделал в декабре. В январе подали заявление. А в августе на свадьбе Чикишева гуляло 70 гостей. Сегодня молодые живут в своем доме. Дом наполовину был сделан, купили и сами достраиваем своими силами или силами своих друзей. Этим летом Владислав взял ипотеку. Сейчас у него 8 соток земли и дом в 100 квадратов. Пока голая земля, в планах планы грандиозные. Построить все, что душе угодно. Грядки, грядки, теплица, баня, сарайчик. В доме есть пандус и лестница на второй этаж. А хотелось бы лифт. Я вот так сажусь, вот так вот, рядышком к крестнице. Стали на тормоза. Присаживаюсь ногами. Поднимаемся. Да. К сожалению, так вот пока. Зарядка для рук. Подняться 15 ступенек. Вверх. Вверх. Вот мы здесь строимся потихонечку. Здесь тоже все сделано нашими совместными руками. Дизайн придумывает деньги. Сколько денег, столько дизайна. По дому он делает все. То есть если где-то нужно что-то починить, он чинит. И он даже может пол помыть, подмести, то есть пропылесосить. Это он все может. Посуду помыть. Даже если он один дома остается, он для себя может и приготовить это все. В плане он хозяйственный. Его не назовешь таким вот человеком, который не может ничего. Он может все. Вот что вот мне в нем нравится, то, что он действительно целеустремленный такой, что вот если ему надо, он выбьется, и он это все равно сделает. Сегодня у Владислава уже взрослая дочь. Папа сел в коляску, когда Юле было 6 лет, а стал чемпионом мира, когда ей исполнилось 16. Показала себя с такой стороны, что я просто мне не было слов, что мой отец такое может вообще. Я очень горжусь. Человек просто себя поставил с нуля. Чемпион, чемпион, ни с чем не сравнится. Просто авторитет. Кроме новой семьи и спорта, в его жизни снова появилась работа. Ведь на поездки спортсмены вынуждены часто деньги искать сами, если это как армрестлинг, не олимпийский вид спорта. Любая наша поездка на любые соревнования – это проблема финансовая. Мы ищем деньги, бывает, находим, не находим. Но есть добрые люди, есть добрые, замечательные друзья, которые нам помогают. Выезжаем с медалями, выезжаем в форме. Мы такие-то, такие-то. Хотим поехать туда-туда-то. И, к сожалению, вы не могли нам помочь? Мы предоставляем резюме, смотрят. Либо да, либо нет. Впереди еще много турниров. Владислав Чикишев, человек, который не сдался, мечтает когда-нибудь попасть на Олимпиаду. Для этого он начал заниматься теннисом. А этой осенью пошел еще и учиться. На тренера по адаптивной физкультуре для детей-инвалидов. Говорит, иногда в жизни бывает только один шанс. Им надо воспользоваться. Пусть люди в инвалидности не боятся, выходят на улицы, общаются с такими людьми, как и мы. Это общение маленькое другое. Это не только город общения, это область, Россия, это мир. Я думаю, наконец-то они нас увидели по телевидению. Мы показали, что мы тоже можем принести сейбро в бронзу-золото. Что мы сильны духом, что мы не сидим дома, занимаемся спортом. И все у нас хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok